МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень трудно, это абсолютно никакая не тайна, об этом открыто говорится. Очень тяжело иногда получить информацию, ты как журналист, это хорошо знаешь, у того или иного ответственного органа власти, муниципалитетам. Простой, простейший, казалось бы, вопрос получить на него своевременный ответ. Но откровенно бегают от комментариев. Выстраиваются целые линии обороны для того, чтобы не дать. Обучение мучения. Почему в Касавюрте родители не пускают детей в школу? Узнаете в нашем сюжете. Холодный металл в теплых руках. Дагестанские ювелиры в который раз изумляют своими шедеврами. Подробнее в выпуске. Здравствуйте. Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. Сергей Меликов продлил срок режима самоизоляции для пожилых граждан. Он будет действовать до 11 февраля. Соблюдать его рекомендовано людям, достигшим 65-летнего возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. В Роспотребнадзоре республики говорят, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. По последним данным, в Дагестане с начала пандемии зарегистрированы 27 652 случая заражения коронавирусом. Кроме того, Сергей Меликов предложил министрам, депутатам и главам муниципалитетов на личном примере показать важность вакцинации от коронавируса. Глава Дагестана отметил, что нельзя требовать от людей того, что еще не сделали сами. В республику на сегодня поставлено более 8 тысяч доз вакцины. На базе больницы, поликлиника организовано 54 пункта вакцинации. Также налажена работа 10 мобильных прививочных бригад. А вопросам информирования людей о ситуации с заболеваемостью и мерам профилактики была посвящена большая пресс-конференция, прошедшая в начале недели. Министр здравоохранения республики и руководитель Роспотребнадзора по Дагестану, а также ряд профильных специалистов, рассказали, почему важно прививаться от COVID-19. Кому это противопоказано и как записаться на прививку? В среднем республике надо прививить порядка 780 тысяч человек. Мы готовы к этой работе, мы готовы к получению этой вакцины. В Махачкале и Каспийске на данный момент имеется 11 медицинских пунктов, где граждане могут получить вакцину. Записаться на прививку можно, позвонив на единый номер 122. Здесь же можно получить ответы и на интересующие вас вопросы. Количество циркулирующего вируса среди населения уменьшилось. Мы прогнозируем снижение, но, конечно, наибольшее снижение мы получим только в том случае, если мы массово все начнем прививаться против ковида. Чтобы взять заболеваемость под контроль, на самом деле, необходимо вакцинировать. И вакцинация – это единственный способ нам взять под полный контроль новую коронавирусную инфекцию. Соответственно, и убрать летальность от данной инфекции. Вместе с тем, ректор Дагмедуниверситета Сулейман Мамаев отметил, что по оценкам разных специалистов, в Дагестане переболело от полутора до двух миллионов человек. Но значительная часть населения еще не имеет иммунитета к опасному вирусу. Потому прививка может стать для них спасительной. На сегодня в республике привились от COVID-19 709 человек. Эффективность вакцины «Спутник Ви», по словам экспертов, составляет более 91%, а оставшиеся 9 привитых тоже получают защиту, так как перенесут болезнь в легкой форме. Пандемия коронавируса показала, что в век современных технологий информирование людей о той или иной проблеме приобретает ключевое значение. Недооценка угрозы эпидемии привела к пиковому росту заболеваемости в кратчайшее время в прошлом году. Об информационной безопасности и идеологии поговорим с гостем программы, Рашидом Макавовым, начальником управления администрации главы правительства Дагестана по информационной политике. Рашид Забитович, салам алейкум. Алейкум, салам. Добрый вечер. Приветствую тебя. Ну, вы, пожалуй, единственный человек, который на протяжении относительно небольшого времени успели побывать в разных ипостасях, были и министром печати информации, сейчас возглавляете соответствующее управление главы, были и журналистом-теоретиком, и журналистом-практиком на посту главного редактора газеты «Юлдаш». Январь оказался насыщенным на события, отгремел юбилей республики, который будет праздноваться весь год. Недавно отметили мы и День российской печати. В этом контексте республика получила мощный информационный повод, что будет делаться в этом направлении, отталкиваясь от этой даты, какие планы, какие перспективы вы обозначили для себя и для отрасли в целом. Я хочу поприветствовать всех телезрителей и телеканала ННТ, пожелать им здоровья, потому что весь прошедший год, я думаю, и начало года, эти слова будут не лишними для всех нас. К этой теме мы еще вернемся, к теме здоровья. Дай Бог, чтобы по-хорошему возвращались. А что касается вопроса непосредственно, конечно, год насыщенный, и, как ты сам сказал, и день, то, что отмечали, День российской печати. Мне что особенно понравилось, если я вообще имею право на эту оценку, нравится или не нравится, если рассуждать этими категориями, то здесь вопросы наших коллег имели прикладной и конструктивный характер. То есть они были нацелены на получение какого-то ответа, связанного с их отраслью, с нашей отраслью непосредственно. Это правильная постановка, мне кажется, вопроса, потому что есть иногда вопросы, связанные с принятием политического решения. Вот, в частности, вопрос о присвоении звания заслуженного журналиста Республики Дагестан. Вот поручение есть, оно, я не сомневаюсь, будет выполнено. Планов очень много, но что касается отрасли, не хуже меня все это знаешь, конечно, нуждается в определенном переосмыслении, то, какое место занимает в этом процессе. Но что касается непосредственно палитры информационной, тоже тебе все прекрасно известно. Наверное, одна из основных задач, которая сегодня стоит перед нашим управлением, это попытка сформировать, может быть, очередная попытка, но я уверен, что она увенчается успехом, сформировать единое информационное пространство. Это немножко звучит напущенно и пафосно, возможно, но, с другой стороны, без этого, поверь, никак не обойтись. Вот та ситуация, с которой мы столкнулись во время пандемии, первой волны, тот уровень недоверия населения к официальным источникам информации, стремление прибегнуть к каким-то маргинальным, явно фейковым новостям. Вот это огромное желание. Это же вопрос всеобъемлющего характера. Почему люди отказываются верить официальным источникам? Разные есть версии, в том числе, к сожалению, и имевшие под собой основания. Это вопрос, это задача для нас, для всех. Вернуть доверие населения к официальным источникам информации. Оперативное освещение событий. Какие бы они ни лицеприятные, какие бы они были неприятные, в том числе и органам власти. Надо освещать, надо это поставить на автоматический ход. Необходимо, чтобы и органы власти, и муниципальное образование, они несли ответственность перед своим населением, в том числе и в части своевременного информирования граждан. Очень трудно, это абсолютно никакая не тайна, об этом открыто говорится. Очень тяжело иногда получить информацию, ты как журналист, это хорошо знаешь, у того или иного ответственного органа власти, или муниципалитета. Простой, простейший, казалось бы, вопрос, получить на него своевременный ответ. Но откровенно бегают от комментариев. Выстраиваются целые линии обороны, для того, чтобы не дать. Понятное дело, что в эту свободную зону, там, где нет объективной информации, обязательно зайдет какой-то маргинал, который просто выдумает что-то, чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее верит. Еще опаснее, полуправда. Да, 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 вот это все есть. И задача не создавать вот эти лакуны, не создавать вот эти темные пятна, надо освещать все. Еще раз говорю, какие бы неприятные, даже лично для кого-то из нас эти события не были. Нужно формировать, освещать регулярно. Это задача, наверное, такая государственного масштаба. К сожалению, надо констатировать, что сегодня информационное поле фрагментарное, оно ситуативное. А нужно, чтобы это была работающая система. Ну, допустим, не приведи Господь, какая-то ситуация складывается в том или ином муниципалитете, в больнице или в школе. Упускается ситуация на уровне села, упускается своевременное информирование, на уровне села, на уровне района. Это уже попадают в различные наживающиеся на горе людей паблики. Они наживаются на этом горе, потому что у них растет трафик. Трафик — это реклама, реклама — это деньги, как известно. Вот они все это выкладываются, нарастает негатив. Потом, когда уже выходит на какой-то другой уровень, начинают разбираться, и понимаем, что эту можно было бы историю загасить сразу. Пусть путем объективного, своевременного реагирования. — Загасить, но не сокрыть, а разрешить. — Конечно, боже упаси, никакого сокрытия быть не может. Освещение должно быть. И все бы стороны, все участники этой проблемы, я думаю, сразу бы поняли друг друга, и это не вышло бы на какой-то масштаб. Вот задача, понимаешь? Нет каких-то сверхобъемных космического рода площадок. Вот именно вот это, если мы начнем выстраивать потихонечку вот эту линию, прививать потом вкусы все-таки читателей проверенным источникам. Я вот как-то делился с тобой, и эта тенденция уже намечена, что население, не только нашей страны, а вообще мировая практика, постепенно уже наелись вот этих инстаграм-аккаунтов, телеграм-всяких версий, и постепенно начинает возвращаться к тем источникам, которые подпадают под закон от СМИ, в том числе уголовное, административное ответственность. Все эти паблики же, как мы знаем, лишены такого, сегодня есть, завтра нет, исчезли, пойди свящи. А здесь настоящая проверенная пресса, причем и мне понравилось то, что и Сергей Алимович это говорит, он не делит прессу государственное, негосударственное. Есть объективное, есть необъективное. Есть вот та, которая говорит о правде жизни, а та, которая лжет, такая тоже есть. Вот надо стараться, чтобы у нас сформировалось такое единое объективное пространство. Ну и понятное дело, что информационное. Это, наверное, одна из первоочередных задач, Мурат. Мы празднуем юбилей республики, но не секрет, что некоторые наши журналы, некоторые наши СМИ, они старше самой республики. То есть национальная пресса, это, безусловно, национальное достояние республики. А сейчас в этой сфере как раз такие проблемы, прежде всего с кадровым потенциалом, потому что все меньше людей говорит на национальных языках. Какие пути решения этой проблемы вы видите? Ну, здесь я бы, наверное, больше, это повестка министра, но я тоже позволю свое высказывание здесь. На самом деле, конечно, сохранение национальной прессы, это один из приоритетов. Об этом и сам Сергей Алимич сказал. Недопустимо, чтобы национальная пресса испытывала какие-то ущемления. Она должна полноценно развиваться. Другое дело, что, как ты правильно отметил, к сожалению, это неизбежный процесс. Идет все меньше и меньше людей, которые говорят на своем языке, думают на родном языке, пишут на родном языке. Ну, это задача вернуть их в лоно, скажем так, национального самосознания более общее, нежели для газеты, журнала стоящие. Но сохранение национальной прессы, оно, безусловно, важно, потому что сегодня островки сохранения национальной самобытности, культуры. У нас только театры, да, газеты, по большому счету. Но театры ограничены локациями, а газеты не ограничены. Все мы прекрасно знаем, что выходцы из Дагестана живут по всему миру, рассеялись. И лишать их возможности читать на родном языке, это было бы неправильно. И там у них, как правило, обостряются театры. Да, конечно. И здесь задача как раз перед национальной прессой выходить на эти международные масштабы. Это не просто, тем более, что, понимая, что мы привыкли немножечко работать где-то там по старинке, работать на тираж там и так далее. Но даже то небольшое время, что я проработал в газете, дает мне основания полагать, что наши читатели в зависимости от места их проживания хотят разную информацию. Да, конечно, они хотят знать, что происходит в селе, в районе, в Дагестане. Но они хотят получать ее уже не так, как раньше, раз в неделю, а почаще. И больше хотят получать такую, что называется, детальной вкусной информации. То есть, есть проблема сейчас перестройки газет под форматы новой аудитории. То есть, уже выпускать, вот просто выпустить, толкнуть в неизвестное направление газету, этого недостаточно. Обратная связь должна быть. Мы должны писать так, чтобы люди, которые нас читают не с листа, а с электронного носителя, они видели, что этот материал адресован им. К сожалению, пока у большинства, возможно, наших изданий полного понимания складывающейся ситуации нет. Это один из вызовов, который стоит перед национальной прессой. В этом залог их выживаемости. Если они продолжат работать так же, как и работали 10, 20, 30 лет назад, неминуемая смерть. Да потому, потому что и даже те, кто сегодня привык получать ее с печатного листа, даже они высказывают порой пожелания, чтобы немножечко современно все это писалось. То есть, даже 60-65+, их не устраивает вот эта монотонность, традиционность, им нужно какое-то изменение формата, приверстки, чтобы фотографий было чуточку больше, текст был чуть-чуть перестроен и так далее. То есть, и читатели тоже говорят об этом. Но и задача национальной прессы соответствовать духу изменений, больше уходить, конечно, больше уделять внимание именно вот продвижению и автора, в том числе, на родном языке пишущего, поддержка его, безусловно, и финансовая поддержка его, конечно. И сегодня у газет, по большому счету, большая миссия, ответственная миссия. Они являются некими такими островками национальной культуры. Хранителями, в хорошем смысле. Хранителями, конечно. И здесь фольклор, здесь и искусство, здесь и культура, и история, и литература на страницах. Ну, к счастью, у всех тех, кто отвечает за это пространство, единое понимание о необходимости сохранения. Но отрасль должна развиваться, она не должна вот так анахронизироваться, она должна двигаться дальше, идти в ногу со временем. Если вы хотите, чтобы газета существовала и через 10 лет, надо идти в массу, в молодежь, в школу надо идти. Расслоение, оно, к сожалению, местами имеет место быть, отрицать было бы это глупо. И оно должно сокращаться и уменьшаться, и исчезнуть, потому что газета есть сегодня душа народа, по большому счету. То есть, речь идет не только о современении формата, но и о приближении к себе читателя, и о мучаянии. Конечно, конечно, мы не должны оставаться теми же анахронистами, которые были 40 лет назад. Тогда было свое время, тогда оно было достаточно эффективно. Но сегодня другое время. Сегодня молодежь хочет другое слышать. Надо идти, и надо воспитывать. Может быть, они не совсем должны все тиктокерами, кумыкскими быть, и там какими-то другими. Но надо привлекать эту молодежь, какие-то новые формы, в том числе и задачи. Все доступные площадки используют для этого. Абсолютно. В этом залог. Потому что газет не просто миссия, вот так выдал материал и ушел на неделю. Нет. Это постоянно формирующее мировоззрение площадка. Она притягивает часть всех себя. Должна. Вот у нее такая миссия в газете. Абсолютно. Я в этом убежден. Ну вот сейчас все почувствовали себя блогерами. Но ведь блогер блогеру рознь. То есть, любой человек, пишущий и выкладывающий что-то в социальных сетях, это не есть блогер. Блогеры, это уже в том числе профессия. Это человек, который работает в профессии, но позволяет себе, может быть, чуть больше, но в рамках закона. Складывалась нередко парадоксальная ситуация, когда люди готовы были верить в самую, что ни на есть, лживую информацию, только потому, что она получает огласку вот в этих неконтролируемых пабликах. В этой связи такой вопрос. Часто говорят о том, что сейчас традиционная журналистика уже устарела. Вот у нас большая проблема с национальными СМИ. Падают тиражи изданий, не настолько много просмотров на сайтах, потому что все сейчас газеты, даже в том числе национальные, имеют сайты. Во-первых, какая перспектива для них в этом агрессивном очень информационном потоке? И какая перспектива, будем так говорить, для официальной, даже, может быть, не то слово употребил, ответственной журналистики в сравнении с теми, кто может себе позволить что угодно? И какая есть управа на них? Управа не в том плане, чтобы не пущать или затыкать рты, а в том, чтобы люди отвечали за свои слова, потому что там нередко опубликуют оскорбления, явные, любую дезинформацию, которую потом спешно удаляют. Что с этим делать? Ну, давай сразу со второго, наверное, вопроса начну. Есть закон о средствах массовой информации. Конечно, надо отслеживать, работает Роскомнадзор, но Роскомнадзор работает с теми средствами информации, которые зарегистрированы, они не работают с блогерами. Если мы сами видим, что какой-то инстаграм-аккаунт, либо блогер, так называемый, иногда, к сожалению, ты прав, разные блогеры существуют, есть нацелены на объективное оперирование фактами, а есть те, кто откровенно фейкуют, но фейкуют опять же это те, кто хотят накрутить свой трафик, привлечь себе внимание, стать некими авторитетами. Мы же знаем таких людей, которые откровенно наживаются на горе, на глупости, на невоспитанности, отсутствие культуры людей. С такими людьми ничего механически поделать нельзя. Надо, понимаешь, из-под валь все-таки восстанавливать людей доверие к средствам массовой информации. Вот ты коснулся того, что профессия журналистика и журналист, вообще, может быть, я тебе хочу сказать, вот как историк журналистики, эта проблема стоит тут с момента появления. То есть, она вообще появилась удивительным образом, эта газета, неожиданно сказалось бы, с одной стороны, и все время ей пророчат скорую смерть этой профессии. Но это не так. Это, конечно, не просто эволюционирует. Мы просто на наших глазах это происходит, резкая смена парадигм, и поэтому для нас скажут, что она умирает. Нет, это отнюдь не так. Она просто приобретает новые формы. По большому счету, она даже не сильно формы приобретает. Она приобретает новые формы подачи материала, скорее всего. Здесь вот большая... А мы же привыкли к традиционным, то есть, у нас печатный лист, мы привыкли с тобой с листа читать и так далее, писать на листе. У нас даже на генномолекулярном уровне мы даже попробуем напечатать текст, он будет отличаться, нежели от написанного, потому что у нас вот есть память, тактильное ощущение от прикосновения ручки, скрип, вот это все и так далее. Конечно, совсем другой текст. Поэтому меняется вот это все, это спокойно, надо к этому относиться, это нормально. Восприятие это тоже меняется? Да, да. Люди лонгриды уже не воспринимают? Клиповое мышление сделало свое дело? Ну, вот в 18 веке локомотивами, скажем так, журналистики были толстые журналы. Вот про лонгриды, если ты говоришь. Ну, это все меняется нормально, я к этому спокойно отношусь совершенно, но все же меняется. Ну, да, сознание немножко меняется, рассудок. То есть, говорить об изменении журналистики в отрыве от изменения, что человек как концепция сам по себе начинает сильно меняться. Поэтому здесь мы внешне стали меняться, что тут говорить-то? Поэтому я больших проблем в этом не вижу. Другая история, что задача наша информационщиков и представителей органов власти сделать так, чтобы когда вот эта волна схлынет до такого интереса к этим фейк-новостям, к этим раскрученным аккаунтам и так далее, когда все, это все равно будет, это уже постепенно отходит. Люди наедаются этой информацией. Вот новое поколение растет, они не такие фанаты Инстаграма. Они не такие фанаты Инстаграма, они уходят в Тик-Ток, Телеграм уходит какая-то более деятельная часть. То есть здесь тоже начинается какая-то трансформация. Вот задача нас как раз быть готовым к тому, что эта трансформация регулярно меняется. Немножечко, возможно, запаздываем, не исключаю. Возможно, что наша часть аудитории уходит вот неконтролируемой, нами непонимаемой до сих пор эти платформы. Это я отрицать не буду, это проблема не только нашего региона, это мировая вообще-то тенденция, мало кто с ней пока может справиться на самом деле. Это право выбора человека общаться на той платформе, которую он хочет. Но другая, наша задача, чтобы мы создали все условия аудитории по закону, мы должны создавать, у нее есть право на получение информации. Наша задача, чтобы эта информация была правильная, объективная, проверенная, отсечь наше население от непроверенной, лживой, порочащей нас информации. Если вот сейчас прям привязать к сегодняшнему этому, Мурат, ну давай мы с тобой, ты вот переболел, отец болел, семья вот переболела, да, вот лично мы с тобой столкнулись, когда работали коллегами в газете, в журнале, ты, какое огромное количество людей отрицало существование этой болезни, до смешного, до трагического дохода, до безобразия. Ну, как раз хотел об этом спросить, об уроках пандемии, потому что вот тлетворное влияние этих, я так говорю, лжеправдорубов привело к тому, что очень многие люди недооценили угрозу и фактически, ну я не хочу переваливать ответственности ни на чьи плечи, но в том числе на их совести многие жертвы, потому что тогда, когда вся профессиональная журналистика трубила о том, что надо быть осторожными, надо всячески себя беречь, особенно беречь старших, они отрицали, а потом на ходу переобувались, перекрашивались и говорили, нет, мы не то имели в виду, оказывается, когда почувствовали реальный накал проблемы, когда пошли реальные жертвы, уже катастрофичность ситуации стала очевидной, они стали тут же перекрашиваться. как избежать этого во второй, в третий раз? Вот мы сейчас записывали как раз час назад программу про самовольное строительство, но мы знаем, что у нас, какой бардак творится с этим. Вот недавно в Турции было замерзусение, все увидели вот рядом с нами, что такое замерзусение и к чему оно может привести. Сейчас много разговоров о вакцинации, ну надо же оценивать риски. Вот я, как человек переболевший и вся моя семья болела в декабре относительно недавно, 25 дней, так долго я в жизни еще не болел. И, конечно же, я на своем примере могу сказать, что если антитела к вирусу у меня упадут, я лучше пойду сделаю прививку. Конечно, старшим, может быть, я этого не посоветую, потому что там риски будут. Но сам я могу принять, по крайней мере, такое решение, потому что это действительно угроза. И надо на реальных примерах показывать людям не только в сфере медицинской, но и во всех других, где черное, где белое, и чтобы они сами уже принимали решение. Ты абсолютно прав. И вот как раз и Сергей Алимович, и на сегодняшнем оперштабе он это говорил, необходима более активная информационно-разъяснительная работа в этом плане. Она действительно недостаточна. Действительно, вот нужно говорить со всех площадок, со всех трибун. И, может быть, даже такие нелицеприятные вещи, и, может быть, жестко звучащие вещи, что вакцина, она тождественна выживанию. Я тебе даже скажу, может быть, кощунственную вещь, но вот, ежели бы не приведи, Господь, вот тогда, в то время, когда начиналась вся эта история, у людей была бы вакцина, и они бы воспользовались, этих бы последствий не было. Вот, ну, не надо себе представлять, конечно, но если опять, не дай Бог, ребята, есть вакцина, я вот не могу понять, почему люди не хотят воспользоваться реальной возможностью жить. Люди всерьез, люди всерьез верили, что вирус распыляют с вертолетов, люди всерьез верили, что вирусом заражают ватными палочками, которыми делают тесты, ну, откуда, неужели мы уходим в новое средневековье, неужели вот эти социальные сети настолько изменили массовое сознание, что люди готовы поверить во что угодно, кроме правды. Есть, конечно, перекосы во многих сферах, но не до такой же степени, чтобы полностью отключать мозг. Я здесь с тобой абсолютно солидарен. Единственное, конечно, вот такой вопрос, находящийся, наверное, который надо адресовать товарищем психологам. Почему? Да потому, что вот та же история с первой волной пандемии, вот это ковид-диссидентство. Сегодняшнее наличие лекарств, которые дают человеку реальную возможность выжить, особенно тем, кто не переболел. Ладно, если ты переболел, у тебя еще сохраняются антитела, тебе не рекомендуют, но если ты не болел, у тебя в роду есть старшие, у тебя дети есть, ты же должен нести личную, гражданскую, в том числе, ответственность и провакцинироваться и тем самым изберечь себя и иметь шанс на выживание. Здесь же много есть интересных наблюдений, собственно говоря, но вот те же люди, которые сегодня отрицают это все, верят вот этим уже пророкам, так называемым, да, вот они, здесь культура потребления информации, я тебе хочу сказать, это тоже важно. Не может так быть, вот в других регионах, я тебе скажу, вот недалеких от нас, в смысле, вот географического расположения, недалеко от нас располагающихся, там такой проблемы нет, там люди в очередь выстраиваются, провакцинироваться, там стремятся провакцинироваться, нет такого отрицалого, которое у нас есть, вот в Дагестане, это вопрос, понимаешь, почему, я понять не могу, весь мир, президент Аргентины вакцинируется, именно спутником, здесь, может быть, недоверие к местной фармакологии, так надо сказать, что у нас одна из лучших эпидемиологических станций всегда была, бактериологических, микробиологических всегда была, школа хорошая в нашей стране, вакцина, подтвердившаяся на всех уровнях разработки, чему не верить, ну, ребята, не знаю, тут уже какая-то странная ситуация, это какое-то самоубийство сродни, наверное, все это, потому что, с другой стороны, государство не может себе позволить человеку болеть, государству дорого больной человек обходится, государству выгоднее человека вылечить на начальном этапе, это европейская мировая практика, поэтому там везде сильная диагностическая база, профилактическая база, здесь же тоже человека не хотят довести до стадии болезни, огромное количество, простите, лекарств, простите, за этот меркантилизм, для того, чтобы человека вылечить, нужно много денег. Ну, мы видели, к чему привел пресловутый локдаун, и в нашей стране, и в других странах, экономические потери огромные, многие отрасли будут восстанавливаться годами, если не десятилетиями, но тут мы подошли к теме информационной гигиены, как раз хотел задать вопрос о том, ну, мы-то люди подкованные, уже прошедшие через многое и способные отделять зерна от плевел, как человеку, особенно молодому человеку, в нынешнем информационном пространстве не ошибиться, на какие ключевые моменты ему обращать внимание, потому что даже мы, профессионалы, нередко были случаи и в нашем цеху, когда люди велись на какие-то фейки, шутки, то есть настолько информационное поле уже разобщено, о чем мы начали говорить, что человеку очень трудно отделить черное от белого. Здесь, Мурат, это задача не только лишь информационного пространства, то есть это не только ты ответственный, как руководитель направления на телеканале, это проблема вообще всего общества, это и работа с молодежью, это и работа в семье, безусловно, это и образование системы, то есть медиапотребление, это звуки для нас немножко звучат чуждо, но мы должны опять восстанавливать, у нас же с тобой не было таких проблем в медиапотреблении, мы читали книжки, замечательно все росли, хорошие образцы. Но это продукт, медиа это продукт, только если раньше все продукты были, что называется, экологически чистые, большинстве остальных, то сейчас много отравы, и можно такого наесться, что потом уже не восстановишься. Ну опять же, видишь, здесь, поскольку все, что вот это такое некое, запретить механически это нельзя, я бы не советовал. Человека есть выбор, он хочет фастфуд, либо он хочет экопродукты есть, все зависит от его желания жить долго. Понятное дело, что фастфуд, вся эта вредная пища, она рано или поздно приведет к каким-то нежелательным последствиям, точно так же и медиапродукт, он рано или поздно приведет к нежелательным процессам. Если ты хочешь, чтобы твои дети, твои близкие были здоровы и жили долго и счастливо, то надо начинать на самых ранних этапах воспитывать в них эту культуру потребления, в том числе и медиа. Задача не только семьи, я и говорю, но запретить никак не получится и нельзя, потому что это усугубляет ситуацию, это радикализирует, нагревает, накручивает. Выбор остается за потребителем, но другое дело, что надо его воспитывать. Мне кажется, другого здесь и нельзя. В завершение хотелось бы поговорить о приятном. Пандемия, не ошибусь, если скажу, одно положительное все-таки последствия имела для Дагестана в связи с закрытием границ возник взрывной интерес к республике внутри России, поэтому очень много появилось приезжих и в том числе блогеров, которые разнесли славу Дагестану по всей стране. Столетие республики дает нам дополнительный шанс, дополнительный информационный повод. Как будут использоваться эти поводы и возможно ли вывести Дагестан уже на федеральный уровень полноформатно. Вот недавно в день республики, как раз в день юбилея республики был сюжет на Первом канале. Как-то сделать это постоянным, потому что раньше все время были попытки, вот мы Достояние республики делали передачу когда-то на Первом канале по творчеству Расула Гамзатова. Вот такие какие-то проекты возможны в этом году? Такие проекты возможны, тем более есть потенциал. У нас одно из направлений, ты уже упомянул, это конечно туризм и гастротуризм в том числе. Потому что в числе тех и работы в инстаграме, и в сетях, то что мы видели, и вот даже одно из последних это Орел и Решка, которые приезжали сюда. Это же гастрономические туры можно выстраивать, этнографические туры прекрасные. Конечно, эта вся задача в большей степени конечно лежит на плечах отвечающих за организацию туризма, но создавать условия конечно нужно. Медиа-посветку? Конечно, это безусловно все, но должно быть все очень солидно, не должно приниматься каких-то скоропалительных, не солидных каких-то проектов. То есть задача же какая? Чтобы человек вернулся, чтобы он хотел вернуться. Раскрутить проект так, чтобы он выстрелил на каких-то федеральных или больших медиаплощадках, этого можно добиться. Можно. Главное, чтобы человек, который приехал сюда, он захотел сюда приехать и дважды, и трижды, и может быть даже и поселиться здесь, приобрести недвижимость и так далее. Вот задача какая. А эта задача уже не только медиапространство, ты понимаешь. Это государственная задача, которая должна обеспечить и логистику, безусловно, и проживание, и все, что связано с человеческим бытом. А медиаподсветка, она, безусловно, будет. Но еще раз говорю, это большая государственная задача для того, чтобы человек захотел сюда вернуться. К счастью, пока из всех тех случаев, которые я знаю, те туристы, которые здесь побывали на наших местах памятных, они очень положительные отзывы и все хотят вернуться. А все, что связано с поддержкой по информационной линии, это безусловно, конечно. Будет в том числе, я думаю, что если проект будет очень интересный, он без нашей подталкивания сам выстрелит на любых площадках, точно и федеральных. Спасибо. Спасибо за беседу. Удачи вам. Спасибо за приглашение, брат. Спасибо. Спасибо. Всероссийское звучание получила в прошлом году программа по реабилитации медиков, боровшихся с коронавирусом. Организованная на базе научно-оздоровительного комплекса Журавли в Махачкале. В этом году акция «Слава врачам» будет продолжена, а на базе санатория состоялось открытие уникального духовно-просветительского центра «Единство», где есть молитвенные комнаты для представителей всех монотеистических религий. Теперь представители трех главных мировых конфессий смогут здесь проводить богослужения, а верующие, проходящие реабилитацию, получать пищу духовную. На месте событий побывали и наши корреспонденты. Исторические события открытия духовного центра для верующих здесь могут одновременно проводить богослужения представители трех конфессий. Комплекс призван сохранить и укрепить добрые отношения между представителями разных религий. «Идея моих друзей, идея дагестанцев, что впервые в мире будет этот центр создан в Журавлях, в Дагестане, в России, это осуществилось. Я уверен, что наш народ будет гораздо здоровее и гораздо мощнее в будущем». В церемонии открытия приняли участие представители власти и общественности региона, научной интеллигенции и гости из Москвы. Им организовали экскурсию по культовым сооружениям. «Мы молимся за здоровье и благополучие Дагестана. И сегодня открытие этого центра, единого центра, который и мечеть, синагога и часовня, она символизирует межконфессиональное согласие всего Дагестана». В рамках мероприятия состоялась международная конференция. На ней обсудили вопросы благоприятного влияния религиозной среды на лечение больных коронавирусом. «Таких аналогичных центров межконфессиональных будут только способствовать дальнейшему развитию как социально-экономического, так и общественно-политической ситуации в России Дагестан». Теперь в научно-оздоровительном комплексе журавлей можно будет не только укрепить свое физическое здоровье, но и обогатиться духовно. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гацанов, телеканал НМТ, Махачкала. Мусорный коллапс превратился в ожидаемое стихийное бедствие для жителей столицы. Экстренно привести в порядок дворы такая задача стоит теперь перед управлением жилищно-коммунального хозяйства Махачкала. Для вывоза мусора задействовано порядка 400 человек, которые работают круглосуточно. Ежедневно удается устранить около 200 мусорных свалок. Не имея достаточного количества спецмашин, сделать это трудно. В приоритете у коммунальных служб по уборке отходов центральные улицы столицы. Пока шел поиск нового регионального оператора для возобновления нормальной работы, коммунальщики работали за двоих. На сегодняшний день мы проводим работу в среднем где-то миллисуточно очищается порядка 200 личных контейнерных площадок. Привычные людские ресурсы. Порядка более 400 человек. Пытаемся решить эту проблему. Конечно, сил не хватает, и техники тоже не хватает. Ну, в дальнейшем, в принципе, постараемся принимать все усилия для того, чтобы засоров, завалов, мусора на территории выборы Махачкалы не допускали. 25 января традиционно считают днем российского студенчества. Только в Дагестане насчитывается более 100 тысяч учащихся и десятки учебных заведений. Помимо светского образования в нашем регионе набирает популярность и религиозная. Насколько тяжело учиться дистанционно, особенно иностранным студентам, расскажет Хамзанур Магомедов. Компьютеры-проектора основные помощники студентов гуманитарного института на период дистанционного обучения. Пандемия коронавируса вынудила учебные заведения внести серьезные коррективы в систему образования. Но студентам-очникам повезло, они вновь вживую могут общаться с преподавателями. Мне кажется, лучше проходить обучение в очной форме, потому что тут есть связь как студентов, так и преподавателей. И мне кажется, так объяснять материал намного легче и доступнее. Но последние события вынуждают переходить на дистанционное обучение. мне кажется, мы должны быть рады, что у нас есть и такая возможность обучаться. Дагестанский гуманитарный институт единственный в регионе вуз, который помимо светского образования дает ребятам и религиозное. Студенты убеждаются, опознавать параллельно светские и религиозные дисциплины полезно и увлекательно. Главное, в таком подходе в первую очередь духовно-нравственное воспитание. Мы считаем, чтобы выпускник этого вуза он был воспитанным. Мы не только пытаемся стараемся, чтобы человек стал просто специалистом. Мы стараемся, чтобы этот человек был имеющим хорошие нравы, которые могут показать людям свою человечность, как человек должен относиться к другим людям во время своей работы. мы рады тем, что наши студенты, наши выпускники, они очень отличаются от любых других студентов именно по вопросам воспитания. Иностранных студентов все больше интересует образование в нашей республике. По их словам, учиться в другой стране тяжело, но вполне возможно. Я читал на английский курс. У меня есть переводчика. Здесь переводчики, переводчика. Они помогают мне. Это хорошо. Это хорошо. Поэтому, когда я иду после экзамен сезонных курсов, моя факультет на Индии это тоже английский. Поэтому, я люблю это читать на английском. Здесь люди очень добрые. Тагестан человек очень добрый. Для меня я очень хочу учиться. Я люблю учиться. День российского студента отмечает во всех учебных заведениях страны. Каким бы ни было обучение дистанционным или реальным, грызть гранит науки проходится в любом случае. Дагестан получит почти 80 миллионов рублей для поддержки мукомолов и хлебопеков. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Инициатива входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Как развивается хлебопекарная отрасль в Махачкале и удается ли сдерживать цены на хлеб, узнавала Лариана Шемхалаев. Ароматный, свежий, мягкий, хлеб, он всему голова. Кто же в ответе за то, чтобы он вовремя оказался к столу? Хлебозавод – место, где из тестовой массы, не имеющей вкуса и запаха рождается такая ароматная выпечка. Только это предприятие может накормить до 40 тысяч человек заводскими буханками. Завод производит очень большой ассортимент, очень широкий ассортимент. 120 наименований, кондитерские сделки, булочные изделия и хлебобучные изделия. Хлебное ли дело хлеб выпекать? Как мука попадает на заводы? И кто отвечает за то, чтобы цена на хлеб оставалась приемлемой? Сегодня буханка в среднем стоит от 20 до 25 рублей, в зависимости от места реализации. Но в Минсельхозе заверяют, что с учетом объемов производства муки и ее завоза, проблем с поставками и ценами не предвидится. Производством хлебобучных изделий нашей республики, как правило, занимаются представители малого и среднего бизнеса. У нас достаточно хорошая конкуренция в этом плане. И если оценить целом по России, у нас самая низкая цена на хлеб. 80 миллионов рублей, которые получит Дагестан, разделят между собой мукомолы и хлебопеки. Учитывая, что появились риски повышения цен на зерно, а также на выпекаемый хлеб, правительством Российской Федерации приняты меры именно по компенсации частей затрат при производстве муки, а также при производстве хлеба и хлебобулочных изделий сроком годности не более пяти дней. Думаю, что данная мера поддержки позволит стабилизировать цену на хлеб, а также на мук. В планах же у работников дагестанских пекарен продолжать совершенствоваться, внедрять в работу новое оборудование и, по желанию потребителей, увеличить ассортимент продукции. Ларьяна Шимхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Пожары и наводнения, отравления, чрезвычайные ситуации. 2020 год для сотрудников МЧС выдался нелегким. Десятки выездов и сотни спасенных жизней, к сожалению, спасти удалось далеко не всех. Подробнее о спасительных буднях спасателей Патимат Ханапова. Они прошли в прямом смысле огонь и воду, стабильно, напряженно. Такова ежедневная работа дагестанских спасателей. Исключением не стал и 2020 год. Так, в республике зарегистрировано более трех тысяч пожаров. В результате погибли 28 человек. Но, к счастью, спасти удалось больше, более 300 жизней. Очередной крик души для наших граждан. Приведите в порядок все свои электроприборы. Замените старые розетки. Если вы видите, что там какое-то искрение идет, что там поврежден корпус данной розетки, что там слабые контакты и так далее. Не перегружайте электросети. В МЧС Дагестана обеспокоены ростом количества отравлений угарным газом. Так, за год отмечено около 50 случаев. По словам главы ведомства, большие усилия в этом году были направлены и на обеспечение безопасности населения от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отмечает Нариман Казимагомедов, спасатели полностью выполнили поставленные перед ними задачи. В продолжающихся условиях силы следствия республика Спасима РЧС поставили задачу расправиться. В прошедшем году активизировались экзогенные процессы на территории Шпоя-Дагестана. Особенно пристан внимания удалено в продолжающихся результаты на территории Рокуржского района. Это прибытие комиссии Москвы занимались вопросами в Универском районе и в городе Махачкала. Был оценен и большой вклад сотрудников МЧС в борьбе против коронавируса. Именно они дезинфицировали сотни значимых объектов от торговых центров до аэропорта и вокзалов. Патиман Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Каспий задыхается. Очередное уголовное дело по факту сброса канализационных стоков в Каспийское море возбуждено в Дагестане. Об этом сообщила Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Труба для сброса была обнаружена в районе судоремонтного завода по улице Нефтегавань в Махачкале. Отходы поступали в открытый водоем. Ведомственная проверка показала, что очистные сооружения не функционировали и канализация попадала прямо в море. Ущерб, нанесенный Каспию, оценен более чем в 21 миллион рублей. Прокуратуре предстоит разобраться, по чьей вине был допущен сброс. Спокойный сон мог обернуться трагедией для всей семьи в поселке Альбурикент. Если бы не сотрудник Росгвардии, который жил по соседству, то от отравления газом могла погибнуть целая семья. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Магила вспоминает, все было как в тумане. С утра получил он неожиданный звонок от соседа с одним лишь словом «помоги». Офицер Росгвардии поспешил на выручку, но входные двери дома были заперты, а на зов никто не откликнулся. Я быстро вышел, помогите, значит, я сразу, у меня уже головой было, что может дом горит, что ли, такой. Я вот так же табочкой, значит, это футболки, так же быстро, оперативно вышел на улицу, смотрю, ворота тоже закрыты. Перелез значит, наверх, оттуда же прыгнул вниз. В доме правоохранитель почувствовал сильный запах газа и вскоре обнаружил соседа и всю его семью в бессознательном состоянии. Росгвардиец вынес всех жильцов из дома и вызвал бригаду скорой помощи. Пока ехали медики, вместе с женой он оказал соседям первую помощь. Глава пострадавшего семейства как бы в шутку делится, что с таким соседом ему ничего уже не страшно. он не только соседом брат и сосед отношения и как работник быстро как зашел все окна двери открыл вытащил нас организовывал нас всего на пятерку. Очень большой плюс для нас, что этот человек рядом с нами живет. Причиной утечки газа оказалась отопительная печь. По словам Камалудина, она исправно служила более пяти лет. О том, что печь может стать убийцей и подумать не мог. Эта история с хорошим концом в очередной раз показывает, какой нелепой может быть смерть, если не следовать элементарным правилам безопасности, особенно в отопительный сезон. По данным МЧС, только с начала года от газа погибли четыре человека. Очередной крик души для наших граждан. Приведите в порядок все свои электроприборы. Обязательно просмотрите свои шланги, то есть идущие от крана до газового прибора, то есть газовой плиты или отопительной печи. Ведомстве напоминают, для предотвращения отравления угарным газом необходимо использовать только исправное газовое оборудование и своевременно проводить его профилактику. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И к социальным проблемам. Обучение в три смены в опасных условиях. В Хасавюрте родители не пускают детей в школу и требуют построить новое учреждение. Все из-за аварийного состояния здания, говорят местные жители. Почему ситуация не разрешается годами, выясняли мои коллеги. Дайте нам учиться, но сюда мы их не будем. Я не отправлю своих четырех детей. Я не хочу коллег дома. Огромные трещины в стене, сыплющаяся штукатурка и шаткий пол. Картина не для слабонервных, но в этом корпусе, к счастью, дети не учатся. Занятия проходят в двух других прилегающих зданиях. Это и беспокоит родителей. По их словам, если центральное строение не обрушится, то это не может не сказаться на соседних, где и проходят уроки. Не дай Аллах, что-то произойдет. И если этот центральный корпус сложится, во-первых, он сложится весь, как карточный домик, эти два корпуса, они тесно прилегают к этому корпусу. У нас вот в этих кабинетах сидят наши дети. Вы думаете, кабинеты не пострадают? Они точно так же обрушатся. Да и в прочности этих двух корпусов многие также сомневаются. Родители убеждены, здесь просто провели косметический ремонт. Внешний вид обновили, а внутренние проблемы остались те же. Так ли все на самом деле, на днях будет выяснять экспертиза. Кроме того, столовая здесь также находится в аварийном крыле. Наши дети идут в столовую через весь этот путь. Они должны обходить вот это аварийное крыло, где вы сами уже из видео с интернета видели, что все сыпется, кирпичи вот уже третий сутки никто не сидит. Обычно это непривычное состояние для школы номер 14. Как правило, в одном кабинете находится по 20 учеников. Школа маленькая, мест не всегда хватает. Здесь вынуждены обучать в три смены. Честно очень, трехсменные занятия. Это и детей напрягает, естественно, и учителя не очень-то способны до полу-седьмого, полу-восьмого уходить домой. В мэрии Хасавюрта говорят, они в курсе проблемы. Я признаюсь, что есть необходимость в строительстве новой школы. Нужно это не только в целях безопасности, но и чтобы ликвидировать трехсменку. Однако, есть свои бюрократические проволочки и связаны они с земельными вопросами. На сегодняшний день то, что находится данное учебное заведение, позволяет нам построить по всем требованиям САНПИ и вообще по строительству требованиям 40 квадратов на одного ребенка. Она не позволяет более чем на 300 человек построить школу. Если же даже мы построим здесь школу на 300 ученических мест, это не снимает проблему трехсменок. Тем временем в Минимуществе и Министерстве образования заявили, что держит ситуацию на контроле. Экспертная комиссия должна выяснить, как благополучно разрешить ситуацию. Однако, на это потребуется время. А вот готовы ли ждать родители вопрос другой? Батимат Ханапова, Салман Гетихмаев, Новости ННТ, Хасабюрту. Проводники среди волн. В море они как дома. Штурманы военно-морского флота на неделе отметили свой профессиональный праздник. Люди этой нелегкой профессии умеют в любой ситуации проложить кораблю путь и направить его к цели. Подробнее мои коллеги. Безопасность и точность главные слова в лексиконе любого штурмана. В прошлом году нахождение кораблей судовка списка флотилии в море составила свыше полутора тысяч суток. И ни в одном походе не было допущено ошибки. Математические умы и навигационная линейка. Вот суперкомпьютер любого штурмана. Современная российская военно-техника оснащена спутниковой навигацией. Но она вещь ненадежная, говорят военные. Может в любое время подвезти. А того на судах не отвыкают от аналоговых приборов. Питское море одно из самых неспокойных морей. Несмотря на то, что оно небольшое по площади, здесь постоянное волнение не менее двух баллов. В частности, для нашего корабля эта проблема серьезность не составляет, а вот для наших иранских партнеров это была проблема. Они не могли даже встать на якоре в определенных местах, которые мы им назначали, и приходилось их менять. Их называют флотская интеллигенция с белыми воротничками. Как и сотни лет назад, ни один корабль без штурмана в море не выйдет. Ведь каким бы современным не было оружие, выполнить задание можно только вовремя, оказавшись в назначенной точке. Дня штурмана хочется поздравить всех своих коллег, специалистов штурманской службы, офицеров, мичманов, старшин, матросов. Так как все являются важной частью этого механизма, без каждого специалиста, матроса, будь то офицер, матрос, ничего не получится. Желаю всем 7 футов под килем и крепкого флотского здоровья. В Дагестанском художественном училище открылась персональная выставка художника-графика Исхака Исхакова под названием «Место силы». В экспозицию выставки вошли как работы прошлых лет, посвященные малой родине художника, так и портреты дорогих автору людей. Подробнее в нашем сюжете. Исхак Исхаков родом из села Тадмагитль. Здесь его корни, его место силы. И действительно, глядя на картины художника в горский колорит можно влюбиться даже если вы там не были ни разу. Своё родное село это самая большая страсть художника. В родине он всегда находит прелести и очарование. По большому счёту это о наших корнях, о нашем горном Дагестане, о наших сёлах, о том источнике, откуда мы выходим, откуда отталкиваемся и идём по жизни дальше. Что мы несем по жизни собой дальше. Много лет Исхаков занимался живописью, писал и рисовал с натуры, а также принимал участие в коллективных выставках. Признаётся, что по-настоящему раскрыл свой талант графикой не так давно. Благодаря таким художникам, как Исхак, мы имеем вот такое наследие, то есть память предков, она сохраняется хотя бы в рисунках. Его картина это не просто натурный материал, он каждую из них прочувствовал, пропустил через память, ум и сердце. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Турмаршруты Дагестана стали призёрами национальной премии маршруты России 2021. Так, в номинации «Этнографический маршрут» проект путешествия в родовое гнездо Расулла Гамзатова завоевал гран-при национальной премии. Турмаршрут пролегает через весь Хунзахский район и охватывает все самые популярные объекты. В номинации «Культурно-познавательный маршрут» второе место получил проект «Культура и история Дагестана» от Дербента до Гунима. Отметим, что на сегодняшний день количество туристов, посетивших нашу республику, превысило 800 тысяч человек. Как и прежде, самыми популярными направлениями остаются Дербент, Сулакский каньон, Гамсутль, Гуниб, Бархан-Сарыкум и Хунзахский район. Сегодня в России и мире отмечается «День ювелира». Идея создания праздника возникла еще в 2002 году на фестивале в Костроме, а в 2008 в Ташкенте принято решение утвердить его на международном уровне. Дагестан славится своими ювелирами. Герои нашего следующего сюжета – золотокузнецы из села Балхар. О мастерах, создающих шедевры, которые оценит даже английская королева, расскажет Лориана Шамкалаева. Если вглядеться в процесс плетения узора, можно увидеть не просто рисунок, но рассказ о жизни человека, который потом наденет эту вещь. Это изделие оденет девушка, у которого будет счастливая жизнь, богатое потомство. Загедин Магомед Гаджиев – ювелир в шестом поколении. Золотокузнец, который учился художественной обработке драгоценных металлов у своего отца, передает сегодня знания своей дочери Фатиме. Пока девочка интересуется украшениями, отец совершенствует мастерство, работает над вазами и шахматами, сложными объемными композициями. Создавали эти изделия шахматы с отцом у нас ушло полтора года. Придумать, начиная с эскиза, зарождалась сначала идея, потом эскиз. Не сразу все дается, конечно, это абсолютно новое направление, создать такую крупную вещь. О главе семейства, талантливом златокузнеце из села Балхар Магомед Гаджи, Магомед Гаджиеве, знают не только в Дагестане. Его новая, эксклюзивная работа красноречивее любых слов. На уменьшенную копию кареты английской королевы из драгоценных металлов у мастера ушло два с половиной года. Я сделал ее по двум фотографиям. Один где-то с торца, один сбоку. Я не знал, как поворотный механизм сделать, как ресурс делать. Там амортизатор есть, сиденье, подсветка. Это моя чистая инициатива, посмотреть, на что я способен. Новое время вносит коррективы в труд ювелира, признаются мастера. Традиционным орнаментом придают пикантности современные мотивы, более уместные в обыденной жизни. Чтобы оставаться в тренде, черпать новые идеи для эскиза, вдохновляться и набираться сил, отец и сын после работы занимаются спортом. Ларианна Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!